здравствуйте как всегда сейчас проверим связь запуск так запуск вижу связь напишите есть нету лайки вижу слышно напишите слышно нет наверно слышно добрый день всем добрый день вчерашний прямой эфир был такой сумбурный без подготовки и поэтому наверное и разговаривали мы обо всем а сегодня тема более предметная будет рассмотрение дела об админ правонарушении неспроста я выбрал эту тему потому что она частично будет как вы правильно поняли связано и с теми наказаниями которых сейчас многие начали бояться это нарушение правил карантина давайте для начала так я сначала весь этот костяк расскажу как это происходит просто есть очень много нюансов интересных моментов которых вы возможно не знаете и не слышали но кто смотрит меня возможно для него не будет никаких новинок потому что в том либо ином виде я это все практически рассказывал но давайте по порядку потом я отвечу на вопросы которые были под анонсом ну и потом полистаю ленту посмотрю что вы писали мне во время прямого эфира итак начинаем мы с костяка процедура рассмотрения дела об админ правонарушении она заключается вот в трех основных статьях 278 279 и 280 купап ну и на этот костяк нарастают остальные нормы о которых далее статья 278 купап это у нас подготовка к рассмотрению дела до чтобы вы знали до рассмотрения дела происходит подготовка и вот у нас целых пять пунктов что должен сделать орган либо лицо при подготовке к рассмотрению дела в частности это относится ко всем то есть все кто рассматривает дела об админ правонарушениях этот порядок для всех единый то есть как для суда как для полицейских там для налоговиков там и всех остальных их там очень много различных органов и должностных лиц которые могут рассматривать дела об админ правонарушениях первое что следует при подготовке выяснить должностному лицу либо органу относится ли данное дело к его компетенции ну раз уж мы говорим часто о полиции компетенция полиции у нас обозначена 222 статье купап ну и там рядом компетенция всех остальных то есть выясняет относится к нему значит продолжать дальше второй пункт правильно ли составлен протокол и другие материалы по делу и вот этот пункт очень часто все пропускают никто не обращает на него внимание но здесь есть два очень интересных момента во первых если лицо на этапе подготовки правильно проверяет правильно ли составлен протокол то мы сразу должны для себя отметить что протокол составление протокола вообще не входит в процедуру то есть составление находится но по временной шкале до при этом что самое интересное когда составляется протокол он составляется в отношении лица какого-то да и это лицо получает сразу же некий статус а именно лица которая привлекается к административной ответственности и тут вот мы переходим сразу же на норму 268 это права лица то есть получается в тот момент как вам озвучено что на вас будет составлен протокол вы становитесь лицом которая которая привлекается к административной ответственности а значит вы получаете возможность воспользоваться своими правами уже в этот момент вот что интересно в частности что нужно запомнить из этого всего когда вам сказали что на вас составляется протокол вы можете кроме написания своих пояснений вы можете также ознакомиться с материалами по которые будут прикладываться к протоколу это очень важно потому что очень часто админ материалы у нас полицейские составляют потом а если вы фиксируете на видео тогда на видео у вас будет видно что вот есть протокол и есть какие-то админ материал либо нет как часто бывает если их нет то потом придя суд когда будет рассматриваться этот протокол вы можете на это убить и обращать внимание суда на то что а не было никаких материалов они возникли откуда-то непонятно откуда это важно и тогда судья например может не взять во внимание те доказательства которые будут приложены к протоколу позже это важно следующий пункт при подготовке че исповещено осип и киберуть участью розгляды справа то есть должен установить орган либо лицо оповещены ли лица которые берут принимают участие в деле опять-таки если на этапе подготовки проверяет оповещены ли лица то понятное дело что оповестить этих лиц должны были еще до подготовки это тоже важно запомнить то есть но вот такие вот временные моменты нужно для себя расставить если вдруг вы сталкиваетесь да потом с делом об админ правонарушения вы должны понимать что когда должно произойти потому что эта процедура нарушение процедуры как по мне это должно всегда влечь за собой отмену решения потому что решение принято незаконный способ но не может быть законом четвертый пункт тоже очень важный я в одном видео или даже в двух когда общался с полицейскими задавал такой вопрос ну я их выводил вот на тот на то чтобы они рассматривали дело они же обычно не хотят рассматривать дело и я вот спрашивал вот четвертый пункт двести семьдесят восьмой статьи че вытрабована на обхидне додаткове материалы то есть ставился вопрос а есть ли еще какие-то материалы которые следуют истребовать откуда-то и вот в одном видео было такое что полицейский сказал что нет нет необходимости новые материалы истребовать и что самое интересное потом в суде оказалось что некие дополнительные материалы были приложены понимаете и принципе это могло и повлиять на решение суда хотя честно говоря не повлияло такая была история но в любом случае это нужно помнить что после того как пройдет подготовка к рассмотрению дела никакие дополнительные материалы к делу уже вот орган либо лицо должностное не может прикладывать прилагать понимаете то есть вы можете они нет они ограничиваются на этапе подготовки потом уже идет рассмотрение этих материалов и 5 очень тоже важный пункт подлежат ли удовлетворению ходатайства лица которая привлекается к админ ответственности тоже что интересно получается что у нас можно подавать ходатайство на этапе подготовки к рассмотрению дела а для того чтобы подавать ходатайство соответственно нужно чтобы вам разъяснили права то есть если например это полицейский то он получается ну и рассматривает дело да полицейский он не составляет протокол он получается объясняет права на этом этапе если же он составляет протокол то полицейский вам разъясняет права и дает вас возможность воспользоваться если потом этот протокол попадает в суд на этапе подготовки опять-таки вам должны разъяснить права и дать возможность ими воспользоваться потому что вот четко прописано подлежат ли удовлетворению ходатайство это на этапе подготовки значит на этапе подготовки вы можете подавать ходатайство а значит вам опять-таки должны разъяснить ваши права на этом подготовка заканчивается чем может закончиться в принципе подготовка если это касается протокола в частности иногда суды отправляют протокол на доработку из-за того что там что-то вписано не вписано какие-то исправления но как мне кажется то что написано в протоколе исправить уже нельзя потому что для того чтобы что-то исправить она должно отбиться еще и на вашей части протокола да на вашем экземпляре но она уже не отобьется ну и получается как это исправить непонятно но это мы выпускаем ладно пойдем дальше по процедуре статья 279 это уже рассмотрение дела рассмотрение дела начинается с оглашения состава коллегиального органа либо лица которая рассматривает дел то есть представляться должен орган либо лица дальше что у нас происходит дальше это лицо либо орган должны огласить какое дело рассматривается кто привлекается к административной ответственности разъясняет лицам которые берут участь в рассмотрении дела их права и обязанности и вот что интересно третий раз то есть если дело касается протокола например да вот как я говорил полицейский составляет протокол то анализируя нормы получается что у нас три раза должны разъяснять права и соответственно дать возможность ими воспользоваться на этапе составления протокола на этапе подготовки и на этапе рассмотрения дела вот это интересный очень момент его нужно тоже запомнить после этого оглашается протокол ну если он есть дальше на заседании заслуховываются ой заслушиваются слушают слушают лиц которые берут участие в рассмотрение дела а также исследуются доказательства и рассматривается ходатайство то есть на заседании должны послушать лиц которые берут участие что интересно исследуются доказательства что это значит это значит что не только орган либо лицо эти доказательства исследуют потому что иначе должны были бы написать что именно органы лицо их исследуют то есть вы как лицо которое принимает участие в рассмотрении дела тоже занимаетесь исследованием доказательств что это значит в конкретном деле ну соответственно грубо говоря вы у вас есть копия этого документа там какого-то да вы ознакомились с материалами и вы грубо говоря побуквенно можете обращать внимание сюда на то что вот здесь это 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 там неправильно написана фамилия не то дата еще что то то есть все что угодно все что находится в доказательствах вы исследуете вместе с судом но если дело касается суда ну и рассматривается опять-таки ходатайство то есть на моменте уже рассмотрение дела опять-таки могут заявляться ходатайство как при подготовке так и во время рассмотрения дела почему так потому что в когда рассматривается дело вы же сами понимаете могут возникнуть некие некая новая информация возникнет да вдруг там кто-то начнет давать пояснение и что-то возникнет еще и тогда вы можете заявить ходатайство о том-то либо о том ну например вызвать там еще какого-то свидетеля ну к примеру да и заканчивается это все то есть вот все это рассматривается и потом у нас уже статья 280 определяет что должен установить орган либо лицо которое рассматривает дело так 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 280 во первых должен установить было ли совершено административное право нарушения то есть был ли вообще факт да вот для примера приведем вот есть у нас статья 126 купоп это за отказ предъявить документы и часто у нас выписывают статью 185 за якобы злостное неповиновение вот судьи обычно нормально очень все это как бы разбирают и понимают что 185 нет если человек если написано что человек отказался предоставить документы есть 126 ну возможно да ну 185 точно нет поэтому судьи вот по 185 очень часто отказывают дальше очень важно что должен определить орган виновно ли лицо в совершении административного правонарушения это очень важно потому что у нас есть очень много разных умников которые рассказывают о том что презумпция невиновности у нас относится только лишь к уголовным правонарушениям но при этом четко написано что лицо которое рассматривает дело должно установить вину вина у нас в административном этом деле может быть либо в форме умысла либо неосторожности опять-таки это нужно установить потому что то либо иная степень вины может повлиять на решение да то есть не буду сейчас выдумывать никакие примеры но я думаю вы понимаете одно дело если ты совершил это с прямым умыслом да то есть хотел чтобы это было совершено а другое дело когда это допущено по неосторожности соответственно степень вины меньше и общественная опасность от деяния меньше но опять-таки нужно учитывать и другие обстоятельства кроме того должен установить ли должно установить лицо у нас подлежит ли административной ответственности вот вы кого привлекают да что тут имеется ввиду тут имеется ввиду старше ли вы 16 лет потому что до 16 лет не привлекают находились ли вы в состоянии крайней необходимости не осудно стен там есть некие моменты да когда в этом следствие сильного душевного страдания не могли осознавать значение своих действий да и это исключает административную ответственность кроме этого должны установить обстоятельства которые смягчают либо отягчают ответственность да ну например там в совершении ну вот в час в части отягчающих до обстоятельств если совершили там админ правонарушения в состоянии алкогольного опьянения но это не касается 130 понятно потому что она сама по себе говорит про алкогольное опьянение эти тоже моменты надо установить и вот мало того что это все что написано что нужно установить это еще нужно и отразить в своем решении потому что если это не отражено в решении то тогда возникает вопрос а установил ли орган либо лицо вот эти вот обстоятельства да дальше по поводу материального вреда должен установить нас орган либо лицо и если основание для того чтобы передать материалы на рассмотрение общественной организации трудового коллектива и бла-бла-бла иные обстоятельства которые имеют значение для рассмотрения дела по поводу вот этих громадских организаций трудового коллектива это понятное дело пережиток пережиток советского союза ну пока есть после рассмотрения дела и установления всех обстоятельств выносится постановление так написано у нас в купап после рассмотрения дела если дело не рассмотрено постановление не может быть вынесено это аксиома и на это нужно бить обязательно когда вы обжалуете потом постановление в принципе все то есть мы там некоторые уже жалуются что-то я там и мусолю не мусолю ребята но с бухты-барахты навешивать это все было бы наверное неправильно я надеюсь что вы вы понимаете для чего я именно так это сделал чтобы уже потом на вот это все навешивать конкретные вопросы которые вы задаете сейчас мы обновимся возможно вопросов стало больше так сначала вопросы под анонсом так что кто задал первый тот и получит ответы первый ну и сразу первый вопрос да по поводу штрафование за нарушения без масок в общественных местах и все в этом роде да будут ли эти штрафы законны но смотрите во первых штрафовать начали чуть раньше потому что соответствующую норму как я уже говорил 44 прим 3 ввели у нас чуть раньше а именно а именно а именно сейчас где это было так еще 17 марта у нас ввели ответственность за нарушение правил карантина вот я вам зачитывал эту норму до нарушение правил карантина санитарных санитарно-гигиенических санитарно-противоэпидемических правил и норм предусмотренных законом украины о защите населения от инфекционных болезней влечет за собой ответственность я кстати вчера ошибся да я сразу конец прочитал ответственность от одной до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан а на должностных лиц от двух тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов то есть на и что интересно написано на граждан от 17 до 34 тысяч на должностных лиц от 34 до 170 тысяч и что интересно вот они написали я вчера тоже не заметила сегодня скрупулезно норму изучал и написали что штраф на граждан то есть получается у нас если условно вот как они считают нарушение произошло не гражданином лицом без гражданства то получается это лицо не несет ответственности то есть обычно в купопе там такого не написано то написано ну особо вказывается не указывается град тут написано написано граждан причем непонятно какие граждан украины или не украины граждан написали не знаю но такие умники вот даже вот в таких элементарных вещах вот они вот такие вот пишут вещи по поводу вот этого самого закона опять таки чтобы вы понимали предусматривает этот закон введение так называемого карантина и указано что карантин вводится кабинета министров как вот в общем то и сделано и что еще интересно в этом законе написано что во время проведения карантина могут быть временно ограничены права и свободы физических и юридических лиц но эта норма не соответствует конституции украины в конституции украины есть статья 64 которая нам говорит о том что права и свободы конституционные права и свободы не могут быть ограничены а если они и ограничиваются то только лишь в случаях предусмотренных самой конституции нет отсылки к закону то есть нельзя основываясь на вот проведение карантина вводить ограничения прав граждан ну так написано в законе это не я придумал и в конституции тоже так написано просто я сегодня читал там под одним постом куча хейта вообще там по поводу вот это вот там задерживали одного человека я надеюсь вам покажу может сегодня завтра за нарушение а партнерных этих норм там многие пишут читайте законы так сами почитайте закон у нас права ограничить можно только лишь в случае введения военного положения и чрезвычайного положения так написано в конституции и сама же конституция говорит что ограничить права можно лишь только основываясь на конституцию а не на закон поэтому с этой точки зрения любые любые вот эти вот ограничений и соответственно привлечение к ответственности за нарушение эти ограничения являются незаконными подождите так не пишите в личку ребята пожалуйста надеюсь надеюсь понятно это несмотря на то что я считаю многие абсолютно подавляющее большинство я читаю юристов адвокатов пишут тоже самое несмотря на это вы не думаете что если вот мы так думаем юристы то так оно и будет несмотря на это мнение все равно будут вас штрафовать потому что вот эти вот наши полицейские вы же сами знаете они отбиты наглухо потому что именно они составляют протоколы и потом потом уже суды привлекают опять-таки как и как судов получается это делать мне лично непонятно что еще интересно в этой теме в этой теме интересно то что вот я читаю вот эти вот изменения смотрите что там написано там написано в частности то что ты не написано не написано что в случае нарушения вот этой вот нормы 44 прим 3 вас могут задержать понимаете то есть вас не могут задержать за нарушение этой нормы потому что в соответствующую статью 200 262 не внесены изменения в 262 статье как раз таки исчерпывающий перечень нарушений за которое может быть применена такая мера как административное задержание то есть на сегодняшний день получается такая интересная ситуация даже вот по их не мы вот этим вот дурацким законам изменениям что вас встретят на улице полицейский и скажет вам что вы без маски вы нарушаете правила карантина предъявите документы вы говорите документов нету а он вас задержать не имеет право то есть он вас задержит но права он не имеет по закону зачем это делать ну кто это писал я не понимаю это такой идиотизм так до карантина мы еще дойдем там есть еще некие нюансы но давайте на вопросы дальше как заставить полицию через суд составить административный протокол через суд заставить протокол теоретически возможно потому что в случае совершения до правонарушения административного производства вот вы например стали свидетелем вы обращаетесь к полицейскому чтобы он составил протокол а именно это его является обязанностью да и только он это может сделать вы не можете этого сделать да и он отказывается это сделать то фактически он совершает без бездеятельность без деятельность кодекс административного судопроизводства дает право нам да как гражданам обращаться в суд в случае если субъект властных полномочий нарушает ваши права тем что на тем что производит какие-то действия либо бездействует либо принимает какие-то решения которые нарушают ваши права поэтому теоретически это возможно сделать я честно говоря на практике не помню такого но кроме этого что еще интересно есть у нас в купапе статья 250 250 это статья где указано что прокурор при осуществлении общего надзора хотя общий надзор из закона о прокуратуре убрали но все равно в купапе норма осталось что он может открыть дело об административном правонарушении но вот такая норма осталась опять-таки наверно пережиток но честно может быть кому-то станет интересно и попробует через прокуратуру открыть дело об административном правонарушении сейчас в частности например на самих полицейских да они же у нас нарушают так человек спрашивает где взять эти 17000 я без понятия это надо к этим кумникам этим обращаться пусть расскажут если отказывают в удовлетворении ходатайство о переносе рассмотрения дела часть в части да как раз необходимости для получения помощи адвоката если вот ну лично опять-таки лично мое мнение если отказывают на этом основании перенести дело то такое решение если оно не в вашу пользу должно быть обязательно отменено что делать но для этого у нас есть скажем так вышестоящие инстанции обжаловать решение только так но как по мне если вас лишили права на защиту то фактически решение принято незаконно потому что не дали вам возможность воспользоваться вашими правами а обеспечить соблюдение прав ваших должен ну если опять идет речь у полицейских полицейский обязан обеспечить соблюдение ваших прав дальше до интересный момент по поводу того что в суды идут представлять интересы представители либо управления патрульной полиции либо департамента патрульной полиции вместо того кто вынес постановление если в доверенности данный инспектор не фигурирует от слова совсем все верно очень правильная тема сейчас она в судах так активно и бурно бурлит потому что когда вы обжалуете постановление полицейского то отвечать должен полицейский все он должен быть ответчиком они департамент патрульной полиции и департамент патрульной полиции не является представителем полицейского а тем более их юристы не являются представителями полицейского конкретно у нас в косу указано до косу кодекс административного судопроизводства указано что вы имеете право обжаловать как я говорил действия бездействия либо решение субъекта властных полномочий а субъектом властных полномочий может быть либо орган либо их должностное лицо и отдельно вот там есть потом норма которая говорит об особенностях вот в этой части и там нет такого что особенностью является то что ответчиком является дпп либо упп у нас ответчиком является конкретный патрульный полицейский который составил на вас постановление если даже у него и будет представитель то уже тот представитель которого он лично наймет в принципе в таких случаях если вы хотите то абсолютно имеете полное право просить суд чтобы вот эти вот представители не были представителями чтобы отказать их допустить участвовать деле в качестве представителя полицейского это будет абсолютно честно и разумно но я обычно так не делаю почему потому что я люблю их послушать она не такое огородят ну просто поэтому я я так не делаю хотя ну было такое что это уже просил и даже было такое что отводили но обычная обычно просто хочу послушать потому что такие гуморески рассказывают особенно когда им потом задаешь вопросы то они в эти гуморес как начинают тонуть и вот вопрос почему суды при обжаловании постановления зачастую рассматривают сам факт правонарушения если я понял понял если вы ну правильно вы обжалуете решение полицейского и указываете что решение вы обжалуете на том основании что нарушена процедура не не дали возможность воспользоваться вашими правами там и все такое а суд рассматривает только лишь факт правонарушения действительно такое существует почему ну потому что я не знаю так так наверное работает эта система и есть часть судей которые действительно не вникают у меня тоже такое было не раз когда судьи именно делали упор на сам факт правонарушения даже если он и был и вы например ну как бы не оспариваете сам факт правонарушения то фактически если вы оспариваете нарушение процедуры то суд все-таки должен заниматься правильностью вынесения решения не наличием либо отсутствием факта правонарушения именно процедурой вот то что я вам рассказывал вот эти три нормы плюс туда навешиваются доказы до права и все остальное то есть процедуру опять что делать в этом случае жаловаться вышестоящей инстанции как должны рассматривать дело ну вот 44 3 до про которые мы говорим как прописано у нас вот вот этими вот изменениями у нас протокол составляется полицейским и дальше протокол уходит в суд сам порядок я вам я вам уже рассказал в принципе в этом порядке все все то же самое то есть вы имеете право и заявлять ходатайство и прочее 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 какие нюансы нюансы какие вообще в принципе по этой норме норма но она же нас как идет отсылочная типа к закону который я назвал да про вот это вот про меры борьбы против инфекционных заболеваний а закон уже и дальше отсылает к решениям кабинета министров и вот вот они вот такую цепочку делают туда 44 3 закон и постанова к ему где указаны вот эти вот запреты якобы вот нарушение вот этих вот запретов и является нарушением по цепочке нормы 44 3 там среди этих запретов постоянно фигурирует одна и та же самая формулировка а именно общественное место да как я вам уже говорил и многие из вас знают что улица у нас не является общественным местом у нас общественное место вот я специально вынес ссылочку чтобы еще раз вам сказать как как это звучит у нас законом уже определено что такое общественное место уже законодатель четко расписал вот пишут пишет у нас законодатель что громадский месяц частына будь яку и будивли споруды яка доступна або открыта для населения вильно че за запрошением або заплату постельно периодично або часы часу в том числе подъезды а также подземные переходы стадионы и дальше нет никакого то что там или там отсылки або и инш там что понимаете то есть все точка то есть это здание сооружения либо их части а также отдельно вынесены у нас подъезды подземные переходы и стадионы улица у нас к общественному месту не имеет никакого отношения то есть вообще от слова совсем и даже вот на этом основании вот если там пишет вот среди этих заборон где они написали заборона там проводит у громадских месяц местах земраня то получается что этот этот запрет ни о чем потому что вы например находясь на улице не находитесь в общественном месте но опять-таки скажу есть случаи когда у нас суды почему-то на это не смотрят и абсолютно нормально воспринимают что улица у них это общественное место ни на что не ссылаясь абсолютно хотя термин определен законодателем и никакого другого толкования этого термина конституционным судом ну как бы не было получается но вот так ну не правовое государство ребята вот к живую вот иногда бывает задают мне вопрос я просто отвечаю смотрите название моего канала это называется неправовое государство то есть это же не я все придумал и не я все написал они сами написали вот написали вы здесь вулки там про вулки я не за еще что-нибудь тогда это было бы общественным местом а так нет не является так як покараты полицаев за их недели починают из незаконных постанов и так зона статья 185 не покора ну как покараты ребята но опять смотри смотрите телеканал хотел канал смотрите если вопрос касается какого-то незначительного правонарушения да там кепку он не надел или надел не так значок спрятал не знаю назвал вас каким-то нехорошим словом это там ну грубо говоря дисциплинарная ответственность для этого жалобу в управление патрульной полиции пусть рассматривают если же есть в действиях либо бездействия состав уголовного правонарушения признаки признаки хотя бы есть вы имеете право обратиться в дбр соответствующим заявлением но как вы я думаю многие знаете дбр там они там ослепли они ничего не видят у них любое правонарушение со стороны полиции это не правонарушение и дальше приходится идти к следственному судье на подавать жалобу на бездействие дбр обязывать дбр вносить сведения в единый реестр и открывать только тогда уголовное производство то есть путь непростой но к сожалению к сожалению сейчас работает это только так вот у нас тут некоторые там любят известные личности рассказывать о том что у нас дбр там работает там никто не кроме дбр только дбр работает дбр не работает тоже точно так же потому что там половина полицейских бывших палатцы половина бывших прокуроров которые в принципе раньше будучи на своих местах не работали вот они там точно также пришли не работают а до чем-то немного немного вопросов вы задали так сейчас я еще гляну что про задержание я вам сказал да при 44 прим 3 вас не имеют права задерживать запомните в принципе если вдруг вы попадете в такую ситуацию вы можете абсолютно четко апеллировать к этому ну то есть спокойно объяснять полицейскому который вам будет рассказывать про нарушение карантина вы ему и вы не будете ему предоставлять документы вы ему поясняете что у него нет права вас задержать по данной статье а документы лучше не отказываться предъявлять а лучше указывать что у вас нет документов потому что отсутствие документов это ну как бы тоже непонятно это какая статья но я более чем уверен что они придумают что эта статья 185 отказ предъявить документы это у них будет злистаная покора закон не вымусь так это мы посмотрели сейчас что-то еще хотел вам сказать ладно не помню давайте тогда листать листаем ваши вопросы так что насчет 64 статьи вчера так и не ответил но ответил уже да я так понимаю ответил я наши вчера по моему тоже говорил про шестьдесят четвертую 64 статья конституции украины говорит нам о том что право конституционные права и свободы не могут быть ограничены а если им и ограничиваются то только лишь в случаях предусмотренных самой конституции ей и конституции только два таких случаях предполагают это введение военного положения и введение чрезвычайного положения у нас нет ни того ни этого но ограничения вводятся как я вам говорил по цепочке они перри переходят на этот закон там у них оказывается есть право у кабинета министров временно ограничивать права хотя это противоречит конституции ну и дальше уже появляется вот ответственность за нарушение правил карантина которые придумал кабмин который он не имеет права вводить так по поводу задержания ну сказал уже да задержания нет какую они напишут статью в купа по поводу задержания думаю они напишут 185 это абсолютно в духе нашей палит нашей полиции как-то может быть 185 185 статья не уже много раз говорил это она у нас относится к вот этим всем митингам общественным собранием а кстати да что же я хотел я хотел вам рассказать про ограничение опять-таки коротко да но основные не по что это много вот запрещено до 6 апреля вот завтрашнего дня у нас вступает действие ограничение которое как я уже говорил вносятся к админом который не имеет права ограничивать права людей вводит ограничение о том что нельзя быть в общественных местах без средств индивидуальной защиты маски респираторы бла 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 опять-таки общественные места на улице получается исходя из формулировки общественного места можно но не советую потому что уже прецеденты есть ребята уже есть прецедент я думали то мы его видели уже в фейсбуке уже такие прецеденты есть когда задерживают на улице дальше запрещено у нас на хоть перемещаться группой лиц в количестве больше двух лиц кроме тех случаев когда вы сопровождаете ну малолетних до 14 лет родителями т.д. и т.п. опять-таки нарушение свободы передвижения нарушение конституции нахождение в общественных местах лиц которые не достигли 14 лет опять-таки будут трактовать на улице хотя на улице не является общественным местом нарушение конституции запрещено ходить в парки скверы и лесопарки кроме случаев когда нужно выгулять домашних питомцев и то только в одиночку не знаю почему нельзя вдвоем с собакой непонятно больше больше двух не собираться это так напоминает причем не указано каких именно домашних животных поэтому ну как бы я ну раз не указали я не знаю к если у вас вдруг есть хомячок то я думаю вполне нормально можно с хомячком пить смех смехом ну по их правилам можно играть опять-таки запрет ну ограничение который противоречит конституции нельзя находиться на спортивных и детских площадках опять-таки нарушение конституции свободы передвижения проведение массовых мероприятий опять нарушение конституции право на вот эти вот самые мирные массовые мероприятия то есть понимаете к чему как бы все дело прошел многие пишут а тут такой самый умный если бы они ввели чрезвычайное положение то тогда в рамках чрезвычайного положения это можно сделать понимаете но нас же как привыкли уже кричать тут многие умники нет а муж не можем ввести чрезвычайное положение потому что подождите так если вы не можете ввести чрезвычайное положение то вы и ограничение не можете ввести ну давайте быть последовательными если вы вводите ограничение то давайте тогда так как указано у нас в конституции первую очередь они так тут хочу это делаю а это не хочу это не делаю но так закон не работает он у нас до работает мы видим но так он не должен работать закон верховенство права просто заткнули куда-то я не знаю в такую дыру запрещают у нас регулярные нерегулярные перевозки пассажиров опять нарушение конституции свободы передвижения на железной дороге тоже перемещение запрещено нарушение конституции свободы передвижения и вот то что я говорил не не это вообще непонятно запрещено находиться вот тут вот написали на улице уже не в общественных местах вот тут написали на улице на улицах без документов то есть на улице без документов теперь ходить нельзя как наличие отсутствия документов повлияет на карантин и на и как это создаст какую-то большую опасность мне лично не понятно но что самое интересное вдруг сейчас до меня дошло если они в одном и том же самом документе пишут за в запретах пишут тут на улицах а там пишут в общественных местах вот получается что все предыдущие запреты где указано в общественных местах означают не на улицах потому что иначе написали бы на улице то есть на улицах получается у нас ограничение только по документам а там где написано про общественные места там значит касается общественных мест которые я вам говорил здание сооружения их части так вот опять имеют ли право полицей выписывать штрафы в каких ситуациях вот я вам перечислил я так понимаю должны быть удовлетворен и для чего я запыта это это вы по моему сейчас одну секундочку они для чего я запытание задав какое вы запытание задал и я не вижу вашего запытания леонид бак леонид богдан для чего я запытание задавал я не вижу вашего вопроса или можете ответил на него как вам позов поданная незаконности карантина я не знаю не видел сбросьте почитаем а уже потом леонид богдан пишет дякую наверно ответил я просто выж понимаете я листаю в обратном сейчас порядке то есть то что было задано в начале я смотрю а потом только вижу то что уже было написано после так 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 скажите пожалуйста если мне необходимо будет поехать в другой город к себе домой а я сейчас у родителей что делать вдруг остановит на сегодняшний день пока нет ограничений по ну вот завтрашнего дня то что вводится нет ограничений по передвижению на личном транспорте такого нет то есть на автомобиле можно поехать сейчас ну куда угодно и завтра хотя уже как бы слухи такие тоже ходят что возможно хотят и автомобильная запретить ну не весело будет совсем я к суде доказаты в отсутность вид поведена запад про на данные информации вид полиции я все так и будет правлен на офицейный mail сложный вопрос почему потому что действительно вот то что у нас находится не на бумаге формате там электронных переписок и т.д. и т.п. это сложно доказывать то есть если вы готовитесь да вот какой-то серьезной борьбе с той же самой полиции либо с другими оргами то лучше конечно же писать по обычной почте тогда у вас будет доказательство доставки но отправление доставки вы можете в суде потом это на на это ссылаться а так ну непонятно понимаете то есть лучше делать так как 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 правильно наверное да ну может по крайней мере правильно неправильно но у вас будет зафиксированы вот эти вот факты подачи факты получения а тут ну непонятно вы можете скрины поделать о том что вы отправили на и потом заявить просто что вы не получили ответ они принесут какие-то скрины вы же понятие скрины можно сделать как угодно эти там в редакторы в редакторе и прислать вам что вот вам ответили когда то то есть лучше писать письменно финансовая помощь будет предусмотрена на время карантина для малоимущих отличный вопрос всех беспокоит но насколько я так смотрю на это все я так понимаю что нет у нас любят да как опять а вот в европе а вот в америке а вот в европе в америке предусмотрена помощь и не только малоимущих я так понимаю там практически всем наверно помощь потому что действительно люди без работы сидят мало того что экономика как бы да там страдает и она и потом еще это будет долго у нас скажем так катиться куда-то не в ту степь но люди просто реально голодают а учесть то что у нас реально пенсионеры просто подавляющее большинство получает 1300 1500 гривен 1700 1700 где-то так и после того как подорожали у нас продукты то страшно даже представить как это все закончится просто но есть такое ощущение очень неприятно что потом по окончанию этих карантинных мер либо в процессе этих карантинных мер будут обнаружены не дожившие пенсионеры у себя в квартирах которые просто не смогли выжить вот страшно поэтому если у вас есть пенсионеры там знакомые помогайте им как можете ну потому что это жесть никто нам не поможет вы знаете как на тонущем корабле и вот мы вместе с вами эти все клоуны там закрылись в рубке и там законы принимают понимаете а мы тонем тонем и только мы друг другу сможем помочь привет всем привет еще раз какой должен быть документ от местных органов власти с перечнем громадские места да нет такого документа нет не предусмотрено ни одним законом и не конституцией возможность определение органам местного самоуправления каких-то других общественных мест то есть это должно быть прописано четко что орган местного самовряду ваня может вы значит и громадские места саму самостийно если такого не значит не может значит вот на толкование ну не толкование определение которое указала указала нас верховная рада она все исчерпывающее за него нельзя выскакивать опять кто вы означает ученьшую частину громадского миссия закон закон уже определил здание сооружения то есть нужно взять грубо говоря вот то место которое вам вменяю как общественное и оценить его с точки зрения определения указанного в законе если она не попадает то значит это не общественное место если закрыли ердер исследователь вынес постановление чтобы привлечь к админ ответственности а потом прокурор опять возобновил следствие следователь через время закрыл и снова привлечь к админ ответственности это законно интересно и у вас там это как конечно я честно говоря не удивляюсь у нас всякое может быть но смотрите тут опять возникают вопросы в сроках да то есть у нас же есть по различным админ правонарушениям сроки которые начинают истекать с какого-то конкретного момента да в основном там либо с момента выявления лица либо если там она длящаяся да то там с момента окончания да то есть вот предпочитайте в коса в этом в купапе по поводу сроков привлечения к административной ответственности или я думаю вы сможете для себя разобраться в плане можно ли нельзя ли потому что там может быть и можно дважды открывать и закрывать но важны сроки посмотрите ребята вопросы не по теме по поводу опять нет закона про великий державный герб и все такое еще и добавили налоги ты мне легитимность это совсем другое почитайте лучше но не пишите если не знаете не пишите я всегда всем советую если не знаете что обозначает термин лучше не используйте его используйте так как ну как вы это понимаете не знаю я я слышал эту тему по поводу того что у нас символика и там проблема я не вникал честно я не вникал в эту тему как по мне это менее критично того что происходит в общем-то в других сферах вот сферах нашей обычной бытовой жизни да как повлияет создание действительно этого герба на то чтобы у нас был урегулирован вопрос с беспределом с коррупцией я не знаю как это как-то повлияет вот вы сами для себя ответе на вопрос завтрашнего дня сделали нам закон и про государственные символы сделали правильно там герб и т.д. и т.п. это как-то повлияет на нашу жизнь в целом это улучшит нашу жизнь я думаю нет поэтому я не знаю то есть если кто-то просто заниматься этими вопросами лучше к ним обратитесь я туда не копал никогда и честно вот я я не вижу пока смысла этим заниматься вообще теоретически если постанова кабина нарушает конституцию то имеет ли это постанова признаки 365 кк у а тут интересный вопрос то есть будет ли в данном случае превышение со стороны полиции понимаете они же очень легко будет прикрываться они будут прикрываться тем что они орган исполнительной власти они исполняют то что они должны то что ему типа навешал их не вышестоящий орган а вот но вот как то так но это я вам говорю не в теории а в практике в теории возможно потому что каждый чиновник несмотря на те нормы которые приняты и доведены до них как обязательные должен отвечать себе на вопрос соответствуют ли эти нормы конституции или нет и правильно ли по вот этим вот не соответствующим конституции нормам привлекать кого-то к ответственности или нет да решает чиновник он несет сам всю полноту от ответственности в теории да на практике думаю не будет такого суммируя все вышесказанное право не имеют но все равно выпишут все верно разве у нас до этого было не так глаза до этого было то же самое просто обычные бытовые скажем не бытовые обычные нарушения там да там стал под знаком и еще где-то или не знаю проехал не не с той полосы да без отсутствие доказательств все равно же выписывали и раньше и сейчас выписывают а что им мешает сделать то же самое только по другой норме ничего не мешает у нас как как руководили одни и те же так и руководят никто этим не занимается ни обучением не наказанием поэтому да не имеют права на выпишут то есть в принципе все то же самое ничего не поменялось в этом плане со стороны работы нашей доблестной национальной полиции а ли вот и леонид богдан запытание было першим пид анонсом дякую да ну простите много вопросов и они не смотрю кого как зовут пожалуйста пожалуйста разобрались с вами да вот остановят полицейские потребуют паспорт и что мне им рассказать незаконности этих указов не показывать паспорт они просто силой заберут в участок до выяснения личности еще выпишут штраф как вообще себя вести смотрите то есть если судить ну вот как судить с юридической точки зрения я вам рассказал если вы не будете иметь при себе документов вам подойдет полицейский начнет рассказывать про нарушение да то вы так ему и скажете у вас нет документов задержать он вас опять-таки с юридической точки зрения не имеет права если же у вас реально нет документов и вы не робкого десятка и вы уедете с ним в райотдел то личность он вашу там не установил если у вас вдруг там нет каких-то данных которые могут указать на на вашу личность и все на этом все закончится это тупость полная абсолютно исключительная тупость но опять-таки с юридической точки зрения он даже не может вас задержать и отвести по этой статье в райотдел с практической точки зрения но вы должны понимать мы живем в неправовом государстве поэтому есть у вас возможность не попадаться этим клоуном форме но не попадаетесь тогда тем более что одно дело там штрафы те да там за нарушение пдд по 255 там по 510 гривен а тут реально 17 тысяч прилепят вам ну как бы я так понимаю денег и так у всех не очень много будет еще меньше поэтому ну да да прогибаться не прогибаться но подумайте в первую очередь там о своем там семейном бюджете потом будем заниматься скажем так на возможностью наказания тех кто все это вот тут устроил этот весь идиотизм а сейчас ну сами для себя примите для себя решение хотите рискнуть но вы рискуете я вам рассказал как я это вижу дал вам какие-то практические рекомендации но вы сами для себя примите решение хотите пойти поучаствовать в этом цирке с этими доблестными ну идите не хотите значит все повязку перчатки паспорт с собой взяли и пошли в магазин купили продукты вернулись домой карантин добра ликуват и даже простые грибным этим но что о чем о чем речь вы же понимаете что у нас развалена полностью вся система то есть берете абсолютно любую отрасль любую немножечко туда копаете узнаете как это там работает и вы понимаете что там разруха полная разруха ясно основное почему это все происходит это вот как я опять таки отсылаю к названию своего канала не правовое государство вот эта причина основная нас не хотят соблюдать законы те кто обязанных соблюдать и следить за соблюдением другими то есть нами и вот оттуда все растет и коррупция оттуда растет и все и беспредел и все оттуда растет вот это вот понимаете вот это основное пожалуйста пожалуйста пишет спасибо отличный вопрос отличный да действительно интересно пишет к примеру идут три человека типа нарушения до вопрос виноваты все трое или третий как это определяется на кого полица и штраф будут выписывать интересный даже с практической действительно точки зрения потому что например я даже продолжим вопрос и что делать если вдруг один из них скажет что я вообще с ними не шел я тут мимо прохожу да вот дополнить но абсурдность абсурдность ситуации этому я вы поняли с практической же точки зрения я думаю выпишут на всех да ну что бюджет надо наполнять лишь понимаете из-за того что у нас сейчас стала экономика бюджет вообще так провис там у них что ох 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 поэтому эти деньги где-то нужно брать вот их и будут пытаться брать у нас из карманов как я сегодня в фейсбуке читал кто-то писал как только правительство говорит о том что надо что мы найдем деньги так я сразу начинаю чувствовать что кто-то шарится в моих карманах вот что-то такое вот вот и оттуда оттуда это все где где они будут деньги брать у нас с вами из наших карманов в киевраде вчера вроде расширили понятие общественного места но у них нет таких полномочий расширять понятие общественного места у нас термины определяет законодатель все а толкует нормы конституционный суд вот все вот то о чем говорил не правое государство как может какая-то там киеврада расширять термин установленный законодателем но это абсурд кто как хочет тот так и делает срок это то что по админке вы мне напишите лучше в личку воин света напишите в личку полную историю потому что вот а вы опять выдернули какой-то кусок и я честно говоря не понимаю как можно ответить историю но хотя бы кратко с вот это было тогда потом тогда тогда даты проставьте все опыт о взыскании моральной морального вреда есть опыт смотрите как проходит судово-психологичная экспертиза честно говоря никогда судово-психологичную экспертизу я не заказывал потому что самому мне не не понятно как это будет делаться именно вот этими вот этими экспертами у меня есть я знаю экспертов которые частные которые делают но они не экспертизу делать да там как-то доследжение вот они считают принципе я не вникал как это делается но среднем что я хочу вам сказать вот обычно они считают и у них получается там 7 50 70 тысяч но опять если есть у вас какие-то документальные подтверждения там но опять-таки хотя бы если вы в больницу обратились там что у вас там повысилось давление не знаю что угодно если у вас вообще ничего на руках нет то но к сожалению они ничего не могут посчитать с другой же стороны а с другой же стороны моральный ущерб вы же понимаете он для каждого свой ну как бы его нельзя ну вот как-то взять и посчитать что я не понимаю как его можно посчитать это ну это невозможно наверное вообще даже сама формулировка вдумайтесь возмещение морального вреда как его можно возместить то есть как можно возместить страдания то есть если например у вас вам разбили автомобиль то возместить вам ущерб можно путем ремонта его либо предоставление грубо говоря такого такой же самые вещи на как и было до того как разбили вот это возмещение то есть вернуть то состояние, которое было до нарушения. Как можно возместить моральные, душевные страдания? Как? Закачать какие-то обратные, позитивные вещи, чтобы они там компенсировались? Поэтому вообще непонятно даже самоформулировка для меня. Я всегда тоже об этом думал и говорил. Я вот считаю, что речь идет, речь может идти, и так нужно, наверное, в законодательстве прописать, о компенсации, а не о возмещении ущерба. То есть у нас просто, как я это вот вижу, судебная практика вообще не хочет в эту тему вникать. Когда, опять, мы же вспоминаем, а вот в Америке кричат нам, да, но при этом забывают, что а вот в Америке там взыскивают, там миллионы взыскивают, да, миллионы долларов взыскивают морального ущерба. по поводу пересечения границ, Польша, евро номера, вот это вот все простите, не в той отрасли практикую, и так сходу не могу вам сказать, но лучше вам обратиться к специалистам, которые как раз таки занимаются. ну, я думаю, можете даже обратиться к тем людям, которые занимаются вот евробляхами, я думаю, они в курсе, потому что они же занимаются и продолжают заниматься, это их бизнес, я думаю, они такие нюансы лучше знают, ну, лучше всех остальных, как оно должно быть, и как оно есть даже на практике сейчас, потому что время прошло, и как-то, наверное, уже эту тему откатали. Да, вот тут запишет, если будет три человека на улице идти, то будут всем трем выписывать. Я думаю, это так и будет, скорее всего. Хомячок, по поводу хомячков, ну, я не знаю, ну, а что, хомячок это не домашнее животное? Ну, домашнее животное. Там же ж не уточнили, какие именно домашние животные, либо что, хомячок это не домашнее животное? Ну, как они пишут вот этот вот весь бред, так можно потом и искать в этом бреде какие-то вот возможности, ну, либо хотя бы просто смешные моменты, либо вот искать дыры, но как по-другому, если они все равно будут составлять постановление. Пропустила ответ, каково мнение ее ответ? Милин, милин. Это про что? Так, сейчас, одну секундочку. Наталья Смирнова пишет ответ, пишет, пропустила ответ, каково мнение Евгения? Я не знаю, о чем вы. Постанова уряду носит рекомендативный характер, че не дякую. Нет, постановление кабинета министров носит обязательный характер. При этом написано у нас как? Оно должно основываться на конституции и законах Украины и не противоречить им. Понимаете? А у нас вот наши, вот эти все последние уже 5-6 или 7 лет, они считают, что можно принимать любые решения. А нет, нельзя принимать любые решения. Можно лишь принимать те решения, которые указаны в конституции, ну, то есть те решения, которые не будут противоречить. А если они противоречат их решения, то они, если со всеми простыми словами говорить, то вот эти вот введенные ограничения незаконные, потому что они не прописаны в соответствующем законе, который принят после введения чрезвычайного положения. Только так. Ну, смотрите, вот опять вы пишите, правильно ли выполнить требования полиции, а не пытаться вывернуться и все быстрее закончится, или нет. Ну, вы сами для себя решите. То есть, вы можете с ними побеседовать, потом показать документы, ну, и снять это на видео, посмотрим, посмеемся. То есть, вы же можете совместить одно с другим, правильно? Либо вы можете упереться, а потом посмотрите, как эта машина работает адская, как она вас будет переезжать, а потом будем с ней сражаться и пытаться ее наказать. То есть, вы сами для себя должны принять решение. Но я не советую, потому что, ну, одно дело, ну, тут просто, ну, большая сумма денег. Вы же понимаете, 17 тысяч, я думаю, просто неприятно. Будет очень неприятно. Штраф даже больше, нежели за управление в нетрезвом виде. Ну, я не знаю, как так можно. О! очевидно, что что-то с вами не то. В Германии, в каждой федеральной земле большие штрафы за метры друг от друга. Меньше полтора метров, 100 евро. Встреча, контакт, больше двух человек, 200 евро. Поэтому, уважать законы у немцев принято. И вы скоро, скоро научитесь. Ну, я уже говорил, много раз говорю, когда у нас в Украине будет введено положение о том, что мы живем по законам Германии, тогда мы будем жить по законам Германии. А поскольку мы живем в Украине, мы живем по законам Украины. И так и должно быть. И тут вопрос не в том, что что-то с нами не так. Пусть они живут так, как они живут, а мы будем жить так, как мы живем. А по поводу того, что их научили уважать законы, и что нас скоро научат. Ну вот таким вот Макаром никто не научит уважать законы. Если они сами не уважают законы, те, кто их принимает, то и люди не будут уважать. Ну, это очевидно, как по мне. А, из Витки взялось штрафы 17-34 тысячи. Ну, где? Верховная Рада приняла наши слуги народа. Всем им скажем спасибо, поаплодируем. Как во время карантина работают суды? Суды работают странно во время карантина. Нигде пока нету, я, ну, по крайней мере, я сегодня еще не смотрел, вчера смотрел, нигде нет никакой информации прямой о том, что, типа, там, мы закрываемся, либо у нас какой-то режим или еще что-то. Но в реальности происходит так. Ты приходишь в суд, а тебя туда не пускают. Говорят, только прокуроров и следователей, которые там приходят с этими их мерами пресечения. То есть, ну, там, где нельзя ждать. А все остальные дела просто переносят. И есть такая информация, что переносят куда-то вообще на лето. Ну, вот так вот это работает. Чемают право при зупынце авто проводит и обшук. Ну, смотрите. Зупынка авто – это у нас мера, полицейская мера, превентивная. А обыск – это у нас следственное действие. Следственное действие производит следователь. В установленных случаях, да, в случаях, предусмотренных уголовным процессуальным кодексом. Если бы вы написали чуть более шире, тогда можно было бы шире ответить. А так, ну, какой вопрос, такой ответ, простите. Какой алгоритм действия полицейского при отсутствии водителя, например, стоянка в запрещенном месте? Уже у нас, когда это, в прошлом году, да, они ввели это? Да, да, нет, даже… По поводу стоянки уже, по-моему, у нас три даже, или четыре года у нас, как придумана была эта автоматическая система автоматической фиксации. И уже четыре года, как можно было за нарушение правил остановки стоянки штрафовать собственника. Ну, как они написали в законе, лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство. Ну, по факту, за собственника. Но даже в таких вот случаях, как мы видим, они этого не делают. Хотя у них даже на сегодняшний момент уже существует механизм для того, чтобы привлекать к ответственности за нарушение правил остановки стоянки собственника транспортного средства. Для этого они делают фотографии с привязкой к местности, чтобы виден был номер. И, в принципе, такие даже постановления мне сбрасывали. По-моему, со Львова мне кто-то сбрасывал, и еще откуда-то. Делают ссылочку, короче, вы переходите, смотрите эти фотографии в интернете. Но был случай, когда под этим самым, под рынком, где-то в Сумах, по-моему, да, тоже подошли они. На велосипедах, если кто-то смотрел, да, на велосипедах подошли и выписали постановление парню, который не управлял транспортным средством, а подошел к нему, чтобы отъехать. И они на него составили. Там была история, что документы у него пытались получить. Хотя в том конкретном случае полицейские имели... Кстати, то постановление было отменено. Хотя в реальности полицейские могут произвести автоматическую фиксацию в автоматическом режиме. Сделать фотографии, зафиксировать и письмо счастья отправить собственнику. Хотя там еще штрафные баллы существуют. Ну, со штрафными баллами прислать человеку. Ну, могут, но не делают. Можно ли ехать в машине 4-5 людям? Смотрите, у нас же там написано как... Перемещивались. Да? Давайте еще раз посмотрим. Перемещение, да? Забороняется перемещение группой осіб у кількости больше, чем 2 особи. Способ перемещения не указан. Поэтому, в принципе, в принципе, вы где-то даже правы. Потому что перемещение в количестве больше 2-х человек, с их точки зрения, подпадает под нарушение. Глупость? Ну, так и есть. По поводу этого приложения DIA. Ну, да. Оно же там как-то DIA, C1, DIA, правда. Я же, я, по-моему, рассказывал уже немного про эту DIA. Если, да, у вас водительское удостоверение внесено в эту их систему, то вы с собой не возите водительское удостоверение. Да. И вас за это не могут оштрафовать. Просто интересно, как оно на практике будет происходить, если, например, они там... Ну, я просто сам не пользовался, я не знаю, что будет происходить, если они там не смогут что-то считать или проверить. И будут вам рассказывать. Вы будете говорить, что вот оно у меня тут в ДИИ, а наши эти тупоголовые будут говорить, а я ничего не знаю, давайте документы. Есть пункт 2.4 и бла-бла-бла. Вот нам Федор пишет. Если гражданское место – это часть будь-якої споруды, которая доступна или открыта для населения, в улице же открыта, почему вы сказали, что улица не гражданское место? Потому что в улице – ценность поруда. Здание или сооружение. И можете почитать, кстати, в законодательстве, поскольку я помню, я это... Да, по-моему, нет ни определения здания, ни определения сооружения в терминологии. Но для этого что мы можем сделать? Единственное, это мы можем обратиться к каким-то там уважаемым словарям. И мы там увидим, что такое здание, что такое сооружение. И вы поймете, что улица не подпадает ни под понятие здания, ни под понятие сооружения. Ну, здание, вы же понимаете, это дома, например, да? А сооружение – это стадион, сооружение. А улица – это ни здание, ни сооружение. И там же как написано? Постоянно, время от времени, заплату, по приглашению. А улица – это вообще ни под один нюанс общественного места не подпадает. А вот человек пишет, что у нас, кстати, строже, чем в Германии. 100 евро – 3000 гривен, 150 – 4 500, в Украине сразу 17 570 евро. Ну, вы же знаете, мы живем в самой богатой стране. Помните, как это? Мы живем в самой лучшей стране. Мы в самой богатой стране живем. У нас штрафы самые большие, у нас стоимость недвижимости самая большая. У нас эти самые президенты, депутаты, министры и премьеры самые богатые. Как так происходит? Ну, просто. Мы должны радоваться и говорить, вы смотрите, какое у нас все дорогое. Мы самые крутые, самые обеспеченные. Сделали нас вместе. Все правильно. А почему же? Кстати, хорошая ответочка вот тому человеку, который говорил по поводу Германии. Пишет. Почему же Германия занимает второе место в Европе по коронавирусу? Я скажу свое мнение по поводу, даже не Германии, а по поводу нас. Почему мы не находимся там в топе? У нас просто начали это все диагностировать очень поздно. И на сегодняшний день, я так понимаю, как я вижу, нет даже целостного понимания, даже понимания нет, как это сделать массовое, как создать систему массового определения этой вообще болезни. А в то же самое время эта болезнь уже могла у нас дойти до пика и уже могла спасть. Но мы ж про смертность, никто нам ничего не рассказывает. Хотя, ну, слышали, да, вы все эти истории о том, что там еще в декабре, в январе массовое заболевание какой-то непонятной пневмонии. А может это оно и было, понимаете? У нас даже системы определения болезни нету, а вы говорите официальные данные какие-то. Нет у нас никаких официальных данных, все вранье. Они сами не могут посчитать. Поэтому они и закрыли нас, потому что они сами не знают, где мы, на каком этапе болезни этой. Скажите, а можно пользоваться велосипедом в маске, в рукавичках и с паспортом? Ну, наверное, да, да, ограничений же таких нету. Главное, чтобы вас не было три человека на велосипеде. А с этим самым, а с домашним животным на велосипеде даже можете в парке кататься. Можно ли доказать, что человек инфицировался от конкретного человека? Не знаю, наверное, нет. Ну, я не знаю, это вообще возможно. Это, наверное, нужно задавать тем юристам, которые специализируются как раз на медицинском праве. Возможно ли, существуют ли такие экспертизы, которые могут доказать связь вот эту вот? Я не знаю, честно. Ну, думаю, что нет. Ой, много-то дурного. Начинают уже тут спорить, кто кому Германия, кто где свободные люди. Ребята, давайте по теме. А что такое лесопарковая и прибрежная зона? Для этого переходим, переходим. Я не знаю, я не проверял, точно я не могу сказать. Для этого мы переходим на этот самый, скажите, я скажу, на сайт Rado.gov.ua, там есть терминология. Проверяем, есть ли такие термины или нет. Если их нет, то возникает вопрос в определении, что вы нарушили. Если даже нет определения, что такое лесопарковая зона. Если нет определения, как человек, какой-то полицейский, может установить, что это лесопарковая зона. Он не обладает такими полномочиями, чтобы при отсутствии термина определить, что вот это есть оно. Как оно согласуется с Конституцией, вот эти вот все меры приняты. Я уже рассказывал в начале, если присоединились позже, то перемотайте, я все рассказывал. Но тут не 63-я, а 64-я нужна. То есть, при чем тут вы будете на 63-ю ссылаться, я не понимаю. 63-я, это немножко не то. А вот у нас Елена пишет, кстати. Ее державные будильные нормы, в которых прописаны понятия будовы и споруды. Кстати, может быть. Очень даже может быть. Термин «будивля» не может быть выкорисленен до наземных споруд. Тра-ля-ля. Там мости, путепроводы. Вот тут описывается. Да, кстати, в ДБН-ах можно, я думаю, действительно поискать, что такое будивля, что такое споруда. И уж точно там улицы не будет, потому что оно не подпадает. Тут Александр Печайко написал, что все в пользу правительства. Да, все действительно так. Мы, к сожалению, попали в такую ситуацию непонятную. Непонятную в том плане, что делать. В первую очередь, конечно же, нужно как-то организовываться. Да, и дальше уже организованно думать, во-первых, что делать. И дальше уже пытаться реализовать придуманное. Потому что, вы же видите, каждый раз, каждый новый эти выборы ничего не меняют. И, ну опять-таки, если мы хотим построить тут правовое государство, то весь вот этот вот нынешний, нынешних людей, которые там находятся, да, на высоких, в основном на высоких постах, их нужно поменять законным путем. Только так, только тогда мы сможем с вами построить государство правовое. Если опять это будут какие-то там заворушения, революции, тогда это опять возникнут потом вопросы по поводу решений и действий вот тех, кто потом придет к власти, так сказать. По поводу поверхневой проверки у меня есть на телеканале, если вы не знали, у меня на канале неправовое государство. Вы можете зайти, там есть плейлист по полицейским мерам, там по каждой полицейской мере отдельно я записывал видео. По поверхностной проверке то же самое. Я там вот то, что вы спрашиваете, объяснял. Не может поверхностная проверка быть фактически обыском, вот как они делают. Будет полное видео на канале. Ну да, я же потом закончу, сохраню и на YouTube тоже закину. Врач выкинул в сеть справку, где указано, что человек носитель коронавируса, но замазал фамилию. Попадает ли это под разглашение врачебной тайны? Вопрос интересный, скорее всего нет, потому что персональные данные не разглашены. Я думаю, только лишь по имени-отчеству невозможно конкретно идентифицировать человека. Если же там есть и другие данные, которые могут позволить конкретно идентифицировать человека, тогда да, подпадает. Разве не можете перемотать? Ой, друзья, попробуйте как-нибудь полтора часа сидеть, разговаривать, честно. Уже начинает даже немного голос садиться. Без остановки. Давайте чего-нибудь еще на закуску интересное. И будем завершать на сегодня. И пока я вам не скажу, когда будет следующий прямой эфир, а то я вчера взял на себя повышенные обязательства и решил два дня подряд ударно пообщаться с вами. Ну, буду писать в фейсбуке, буду писать, опять анонс. Буду пробовать тоже, ну, так, чтобы за день хотя бы закинул анонс, задаете вопросы и дальше. Я вот не понял, а при чем тут? Вот человек спрашивает, сейчас разведу админ с правой полицейским, а потом судом, че треба вымогатый доведение, еще правопорушник инфикованный, яка коры с всего путем. Если вот мы говорим про эту 44 прим 3, там же не идет речь о том, ну, о том, что человек именно инфицированный. То есть там же нет ответственности за то, что вы заболели. Там ответственность они придумали за то, что вы нарушаете вот эти их запреты. Вот за это вы несете ответственность, а не за то, что вы инфикованы. Этот вопрос не будет там вообще рассматриваться, что инфикованный вы никого не интересует. Они будут идти вот тупо по этой ерунде, что у нас есть 44 3, у нас есть закон про вот эту вот защиту от инфекционных болезней, и есть постановление Кабмина, какое оно там, даже вам скажу, а то вдруг вы не читали, не видели, ну, слышали просто, а не знаете. Кабмин номер 255 от 2.04.2020. И вот они на вот эти вот три документа ссылаются и выводят, что вы нарушитель нарушили заборону ходилы в трех по улице. То есть, аааа, в масках, правда, но в трех. Ну, вот та тоже правильно человек задает вопрос, и я даже его так больше расширю. Смотрите, очень даже возможно, что, это по поводу третьего, да, на улице, очень даже возможно, что некоторые, как бы так помягче сказать, хитро сделанные полицейские будут делать подставы. Вот, кстати, до меня сейчас дошло, что очень, да, может быть. Пришел, вы идете вдвоем, тут он подвигает, третий подвигает, идет сзади, медленно, за вами. Вы себе не обращаете внимания, но вы же идете себе, да и идете. Идут вас из-за ула, бац, и как только вы останавливаетесь перед полицейским, этот уже стоит вместе с вами, у них камера включена, что они выходят из-за угла, а вы втроем идете, и начинают вас, тарам-пам-парам, давайте по 500 рубчиков, и для пущей бдительности из каждого соберутся, из первого, второго и третьего, а третий ихний, может быть, так что, кстати, учтите, могут быть подставы по этому поводу. Паспорт, ну, по поводу паспорта я же вам говорю, уже ж они написали, запрещено без паспорта ходить. То есть, как это влияет на всю эту эпидемию, я, честно говоря, не понимаю. То есть, если я с паспортом, то у меня, значит, меньше риска заболеть или что, или заразить кого-то, ну, я не понимаю, это абсурд. У нас в отделе полиции, когда приходишь на личный прием к начальнику, проводят личный досмотр и отбирают телефон и диктофон. Печально. Это печально. Я не знаю, что такое личный прием, но вы имеете в виду, что когда приходите на прием к начальнику, начальник у нас, у вас в том числе, и у нас все эти начальники, они должностные лица. Они находятся на рабочем месте. И нет никаких запретов на то, чтобы вы их на рабочем месте фиксировали на видео и на диктофон. Вот только, конечно же, нужно их предупреждать. Если вы с ним там обсуждаете вопросы, которые входят в его компетенцию, как там начальника какого-то там органа, да, никто не мешает вам фиксировать. И причем тут личный досмотр тоже непонятно. Наверное, у них, как всегда, Е-педставы вожаты, но отказывайтесь. Это поверхностная проверка же, наверное, а не личный досмотр. Выходит, им по мощливости частише. Ну, посмотрим. Не подсказывайте про третьего. Да там есть хитро сделанные, уже додумались. Это, знаете, это... Вот мы с вами беседуем, и в процессе, потому что вот вы задаете... Я же, понимаете, есть такое понятие профессиональная деформация, да? Вот у меня, как у юриста, тоже профессиональная деформация в свою сторону. Понимаете? А вы на это смотрите как-то более трезвее. У вас может быть меньше знаний, но вы смотрите это как-то со своей стороны. И вы путем того, что вы задаете вопросы, я начинаю тоже какие-то моменты для себя понимать. Так что мы все друг у друга учимся. Евгений, Евгений. Привет, Евгений. Сейчас будем пока говорить, потому что уже все. Можно ли как-то доказать? А я не знаю, в том-то и прикол. Об этом же ничего не написано. Написано, что нельзя перемещаться втроем. Причем не написано, ну, группа. Потому что написали группа. Как они будут доказывать, что это группа? Не знаю. Ну, то есть, будет сделано, я же говорю, по-тупому. Вот. Зафиксировали из-за угла. Вот они выходят, и вас там трое идет. Идите сюда. Поэтому, если вы идете группой, если вас много, ну, делитесь попарно и через, там, я не знаю, сколько, 20-30 метров идите друг за дружкой попарно. Ну, как-то так. Или на велосипеде, да. Вот человек пишет, что читал постановление 255, то, что я назвал, и там дано распоряжение киберполиции создать отдел по контролю за людьми при помощи типа их телефонов. А, ну, я не видел такого. Кибер. А, нет, тут есть тут киберполиция? Не вижу я киберполиции. Я знаю, что там дано распоряжение, сейчас, мне это понравилось. Дано распоряжение для полицейских усилить патрулирование общественных мест. Как-то так они написали. Где-то, где-то я видел, да. Да, посылит и патруливание громадских мест. То есть, фактически, вот то, что я вам говорил про общественное место, они должны усилить патрулирование зданий, сооружений, подъездов, подземных переходов и стадионов. Ну, с точки зрения закона. А патрулировать улиц? Нет. Опять про краины Европы. Я же говорю, когда мы будем в Европе, будем жить по законам Европы. Сейчас мы живем в Украине по законам Украины. Фундамент полиции, публичность и гласность. Да, все верно. Про паспорт они разъяснили так, чтобы проверять людей, приезжих, соблюдают ли они самоизоляцию. Как это можно понять из паспорта? У нас, ну вот, я беру Киев. Официально нам рассказывали, что здесь, по-моему, 3-7 миллионов, а есть такие оценки, что в Киеве живет около 8 миллионов людей. То есть, 4 с чем-то миллиона людей в Киеве живут без регистрации. С точки зрения закона. Это там, ууу, страшное-престрашное нарушение. Но, понятное дело, что это не так. Потому что свобода передвижения и все такое. И, ну, они все равно здесь живут. Вы же понимаете, как, ну, это, как это доказывает, что у него прописка там в селе таком-то, либо, ладно, в городе в таком-то, вот там, 13-го года. А он в Киеве живет уже там 6 лет. Что они проверят? Какую самоизоляцию? Это абсурд. Это выдумка. Сами себе придумали что-то такое. Вопросы с марихуаной. Это, пожалуйста, тем, кто занимается уголовными делами. Я не занимаюсь. По поводу автомобиля. Можно ли ехать втроем? Вот человек подсказал, кто-то, кто смотрел. И мы уточнили. Видим, что в этом ихнем постановлении кабина написано перемещение группы ОСИП. Каким способом перемещение не написано. Поэтому теоретически, теоретически, оно, да, возможно, подпадает. В автомобиле в личном 3 человека может подпадать под нарушение вот это ихне выдуманное. Да, по поводу разрешения деятельности, там, магазинам, да, они, вот, в постановлении написано, что они должны обеспечить средствами защиты. То есть, если вы идете в магазин, то они должны, там, и вам и маску дать, и антисептик, наверное, хотя бы, да, а можете перчатки. Ну, там, опять-таки, знаете, вот они же любят, иногда, где нужно было бы написать конкретно, они пишут в общем-то. Засобом индивидуальный беспэккедж, как они там пишут. Все, на этом закончили мы сегодня. Сегодня даже дольше, чем вчера. Фух. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно, полезно. Если есть какие-то вопросы, на которые я не ответил, и вдруг, ну, очень сильно надо, пишите в личку. Голос садится, но пальцами я еще могу поотвечать вам. Вот. Вы начинаете даже заговариваться. Все. Спасибо. Все машем друг друга, пишем спасибо, лайки. Подписываемся на канал, переходим, привлекаем людей. Нас должно стать много. Не только нас в том плане, что мы с вами, а вообще. Есть возможности, много. Есть возможности и самоорганизации. Объединяйтесь с другими людьми. Помогайте другим людям. Только вместе мы с вами сможем что-то поменять и построить правовое государство. Все. Пока.